Здравствуйте! Я рада приветствовать вас в Доме Знаний. В процессе просмотра уроков на платформе Дома Знаний вы уже познакомились с симфоническим творчеством Бетховена и послушали фрагменты его самой известной Пятой симфонии. Музыку Бетховена, в которой слышались еще отголоски Великой Французской революции, вытесняли произведения развлекательных жанров. И сегодня на нашем вебинаре мы продолжим знакомство с симфонической музыкой и познакомимся с творчеством Франца Шуберта. Внешним фоном жизни Франца Шуберта, он был современником Бетховена, была веселая танцующая вена. Интерес к судьбам человечества, гармония разума и действительности отодвигались на задний план. А творческие планы Шуберта, потребность в духовном общении, находили сочувствие и поддержку лишь в небольшом кругу друзей, людей, преданных искусству. В музыке Шуберта впервые раскрылись черты характера эмоционального строя человека нового тогда XIX века. И свое отношение к жизни, к окружающему миру художник выражает через лирику чувств и переживаний реального, обычного человека. Тема нашего вебинара – Шуберт, симфония номер 8, неоконченная. Франц Шуберт – непревзойденный автор сонат, симфоний, струнных квартетов и более 600 песен. Шуберт был одним из одноположников немецкого романтического направления в музыке, то есть романтической музыки. Жизнь Шуберта была короткой и полной разочарований, но он оставил после себя музыкальное наследие, беспрецедентное по выразительности и богатству мелодий. Творчество этого композитора называют зарей романтического направления в музыке. Возникает такой вопрос, что такое романтизм? Сначала романтическим называли произведения, написанные на романских языках – итальянском, испанском, французском. Так появились жанры – литературный роман, музыкальный жанр – романс. А вот свое отношение к жизни художник, романтик выражают через лирику чувств и переживаний обычного человека. Благодаря Шуберту появился новый тип лирико-драматической симфонии, и одним из первых шедевров мировой музыкальной культуры стала его симфония номер 8. В 1865 году венский придворный капельмейстер Иоганн Хербик, составляя программу концерта старой венской музыки, начал рыться в кипах забытых рукописей. В неразобранном архиве председателя любительского музыкального общества он обнаружил неизвестную ранее партитуру Шуберта. Это была семинорная симфония. Под управлением Хербика она прозвучала впервые 17 декабря 1865 года в концерте Венского общества любителей музыки. Композитор создал ее на протяжении нескольких месяцев 1822 года. Он был в эти годы уже широко известен в Вене, как автор многих песенных произведений, популярных фортепианных пьес. Однако, ни одна из его предшествующих симфоний не была публично исполнена, и как симфониста его никто не знал, кроме самых близких друзей. Новая симфония создавалась сначала в виде переложения для двух фортепиано, а затем уже и в партитуре. В фортепианной редакции сохранились наброски трех частей симфонии, однако в партитуре композитор записал лишь две. Больше он к этой симфонии не возвращался, поэтому она и получила впоследствии название «Неоконченной». До сих пор продолжаются споры о том, является ли эта симфония действительно незавершенной, или Шуберт полностью воплотил свой замысел в двух частях вместо общепринятых четырех. Однако две части этой симфонии оставляют впечатление удивительной цельности, исчерпанности. Между частями симфонии нет внутреннего противопоставления, обе части лиричны, но их лирика по-разному окрашена. В первой части лирические переживания передаются с трагической обостренностью, во второй – лирика созерцательная, проникнутая спокойной, просветленной мечтательностью. Первая часть симфонии написана в сонатной форме, начинается с сумрачного вступления, своего рода эпиграфа. Откуда-то из глубины, в унисоне, виолончелии и контрабаса возникает настороженная вступительная тема, играющая роль своеобразного лейтмотива симфонии. Она застывает, словно неразрешенный вопрос, а дальше трепетный шелест у скрипок и на его фоне распев главной темы. Мелодия простая и выразительная, словно молящая о чем-то, интонирует гобоем и кларнетом. Давайте послушаем фрагмент. А вот вторая часть симфонии, ребята, это уже мир со всех иных образов. Здесь поиски иных, светлых сторон жизни, созерцательность. Как будто герой, переживший душевную трагедию, ищет забвения. Мерно стучат шаги басов, в них закладывается простой, но удивительно красивый распев скрипок, мечтательный и задушевный. Герой неоконченной симфонии способен на яркие вспышки протеста, но этот протест не приводит к победе жизнеутверждающего начала. Это напряженность конфликта, эта симфония не уступает драматическим произведениям Бетховена, но это конфликт иного плана. Он перенесен в лирико-психологическую сферу. Это драматизм, переживание, но не действие. Неоконченная – это первая лирика, психологическая драма в симфоническом жанре. Был такой вопрос, как велико творчество Шуберта. Шуберт написал около 600 вокальных композиций, но и при том, что гениальный композитор ушел из жизни весьма молодым, в возрасте 31 года. Если бы он прожил дольше, мы бы без сомнения могли бы насладиться еще большим числом его произведений. Изрядная часть произведений, написанных Шубертом, была опубликована спустя много лет после его смерти, в конце XIX века. А вот единственный концерт, состоявшийся из исполнения произведений Шуберта, прошедший при жизни композитора, состоялся в 1828 году в австрийской столице. Он прошел тихо, без освещения, в прессе, так как в это время в Вене выступал Паганини, Никола Паганини, который собрал в 807 раз больше денег за свои выступления. На деньги, вырученные из вышеупомянутого концерта, Шуберт приобрел себе рояль. Юный Шуберт бросил школы, чтобы посвятить свою жизнь музыке. Вот такой факт интересный. Всего за свою короткую жизнь Шуберт сочинил более тысячи различных произведений. Он был гениальным композитором, родом из Австрии, я уже говорила, и его недюжинный талант снискал ему бессмертную славу. И имя Шуберта навсегда останется в истории музыки. Шуберт просил после смерти похоронить его рядом с Бетховеном. Но его последнее желание было исполнено, захоронение перенесли. Хотя эта просьба из-за недостатка финансов была не сразу удовлетворена, но потом, позже, его захоронение перенесли. И сейчас Шуберт и Бетховен покоятся рядом. Неоконченная симфония – это новое слово в этом жанре, открывшее дорогу романтизму. С ней в симфоническую музыку вошла новая тема – внутренний мир человека, который остро ощущает свой разлад с окружающей действительностью. Симфония почти через 40 лет после смерти композитора завоевала огромную популярность. Многие композиторы в разное время стремились дописать недостающие части симфонии Шуберта. И в 1928 году, например, состоялся всемирный конкурс, на котором было представлено более 40 окончаний этой симфонии. Но, как сказано в официальном документе, жюри все тщательно просмотрела, прослушала и пришло к выводу, что неоконченная симфония не нуждается в том, чтобы ее закончили. Итак, друзья, наш вебинар подошел к концу. Мы с вами еще встретимся, но сегодня до свидания. Встретимся на платформе Дома Знаний. Слушайте музыку. Дома Знаний. Продолжение следует...